Приветствую. Некоторое время назад сообщили тревожную новость. Алиса Бруновна Фрейндлих попала в реанимацию с обширным поражением легких. Она была доставлена в одну из петербургских больниц. По предварительным данным у актрисы обнаружен коронавирус и зафиксировано обширное поражение легких. 86-летняя Алиса Бруновна оказалась на больничной койке. Поклонники беспокоятся за состояние кумира. Ведь Фрейндлих находится в особой группе риска. У людей пожилого возраста болезнь протекает с серьезными осложнениями. Появилась даже информация, что поражение легких актрисы составило уже 80%. Хотя в минувшую пятницу у Алисы Бруновны наблюдалось всего лишь 36% поражения. Сейчас актриса подключена к аппарату неинвазивной вентиляции легких. Фрейндлих не первая актриса БДТ, госпитализированная с коронавирусом. Еще в октябре руководство театра сообщило о двух случаях заражения в труппе. Запланированные спектакли были отменены. Театр строго соблюдает стандарт безопасности, утвержденный Роспотребнадзором. Известно, что в начале заболевания Фрейндлих лечилась дома, однако позже ее состояние ухудшилось, и артистки поспешили вызвать врачей. Стоит отметить, что долгие годы Алиса Бруновна курит, и даже при таком тяжелом состоянии, когда актриса чувствует себя сносно, она спрашивает, можно ли покурить. За близкую подругу переживают и коллеги по цеху, так, например, Михаил Боярский рассказал, что он тесно общается с Фрейндлих. Как он рассказал, она звонила ему 26 декабря и поздравила его с днем рождения. Его радует то, что она все-таки в состоянии говорить по телефону. Как оказалось, в больницу Фрейндлих попала вместе с дочерью и внучкой. «Друг за друга держатся, я на связи. В случае необходимости сделаю для них все возможное», заметил Михаил Боярский. Подтвердил госпитализацию Фрейндлих и Басилашвили. Он тоже отметил, что созванивался с артисткой на днях. Субтитры создавал DimaTorzok